Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, что вам будет хорошо нас слышно. Так совпало, что из-за погоды фестиваль «Туча на стилобате» стал «Тучей над стилобатом», и «Туча» переехала в Атриум. Сегодня мы поговорим о, наверное, самом полочном режиссёре и известном перфекционисте Алексею Германе. И я хочу передать слово нашему лектору, руководителю киноклуба Ельцин-центра Вячеславу Шмарова. Действительно, мы решили не пропустить такую знаковую дату, значимую дату. 85 лет Алексею Герману исполнилось бы 20 июля. И, честно сказать, я испытываю некое чувство досады и обиды, потому что, мне кажется, сегодня вспоминают очень мало. Вот в период перестройки, когда вдруг фильмы Германа выпустили, он получил две государственные премии из-за фильма «Мой друг Иван Лапшин», из-за фильма «Проверка на дорогах». О нём даже ходила такая кинтографическая байка «Уж полночь близится, а Германа всё нет». Это первое действие. А второе действие «И ночью, и днём только о нём». Вот сегодня о нём, к сожалению, вспоминаем меньше. Его феномен стал относительно международным. И это тоже, я бы сказал, повод для беспокойства, потому что, действительно, мне кажется, это один из наших гениев кинематографа. И он долгое время не мог выйти на международную арену, его фильмы не выпускали. Наконец, фильм «Хрусталёв в машину», может быть, не лучшая его картина, но всё-таки, я бы сказал, тот фильм из периода, когда уже Герман шёл с ярмарки. Потому что главная его ярмарка всё-таки, наверное, была, когда он снял фильм «Мой друг Иван Лапшин». Но всё-таки эта картина попала в программу Каннского кинофестиваля, и там она с блеском провалилась, потому что никто не мог смириться и осознать этой эстетики, этого киноязыка, на котором разговаривал Герман. И вот, пожалуй, с одной стороны, это обидно, потому что потом, правда, пошли какие-то извинения, критики стали пересматривать. Но это было уже всё-таки не совсем то, что можно назвать международным триумфом, а скорее неким осознанием, так сказать, вдогонку. И, опять же, это не привело к каким-то шумным результатам, связанным с Германом. Потому что всё-таки, может быть, в этом впервые сказался, может быть, не впервые, но как-то в этом очень чётко сказался главный парадокс его творчества. А этот парадокс заключается в том, что Герман пришёл в кино из театра, он понимал, что такое театральная условность, и он стал ломать киноязык, понимая, что, в принципе, киноязык – это только то, к чему мы привыкли. Вот он всё-таки какую-то школу жизни прошёл у Георгия Александровича Тавстоногова в Большом драматическом театре. И он любил вспоминать, как Тавстоногов рассказывал про японский театр, как он пришёл на спектакль «Театр Кабуки». И в определённый момент, когда… Там были очень условные декорации, очень условное пространство. И в определённый момент, когда актёр вдруг пошёл не вправо, а влево, зал прочитал это, что актёр вошёл в комнату не через дверь, а через окно. И те, кто понимал эту эстетику, все стали бурно протестовать. А те, кто не понимал эту эстетику, селели молча, потому что они просто действительно не могли осознать, что в этот момент произошло. И вот Герман стал ломать киноязык, понимаете, потому что… Он, например, любил ещё другой такой пример приводить, что, ну, например, человек провёл долгое время в Африке, он был миссионером, он не имел возможности заходить в кинотеатры. Когда он пришёл в кино, он вообще ничего не понял. Ничего не понял. Потому что киноязык – это, опять же, условность, к которой мы привыкли. И вот прийти в это пространство, прийти в это искусство с некой самонадеянностью, конечно, с некой наглостью даже, и вдруг сломать привычные стереотипы, потому что, а почему вот так вот должно сниматься кино? Ну, например, один из невозможных приёмов в кино, или очень редких приёмов в кино – это то, что нельзя актёру заглядывать в кадр. Это ломает четвёртую стену. Поскольку, когда актёр заглядывает в кадр, он как бы сознаётся в том, что он не вполне автономно существует от зрителя, понимаете? То есть он как бы ищет этого контакта со зрителем. Правда-таки, ну, это бывает, это бывает. Но это всегда очень отдельное, очень сильное средство выражения, когда актёр как бы нам бросает вызов. Вот в фильме «Начало», где снималась Инна Чурикова, есть такой кадр, когда она просто вламывает нам, а вот она будет такой, а вот она замечательная артистка, понимаете? И это как бы, ну, это работает на её образ, потому что она артистка, играющая артистку. Она не сама себя утверждает, она утверждает тот персонаж, с которым она имеет дело. И вот она лобовым способом нам, как бы сказать, даёт понять, что она будет грандиозной артисткой. Ну, собственно говоря, если, так сказать, проецировать Пашу Строганову на Чурикову, так оно и случилось. Действительно, это великая русская актриса, артистка. Но всё-таки у Германа этот приём используется немножко в другом контексте. Вот, например, фильм «Мой друг Иван Лапшин» начинается с того, что там комната, отец, который, условный отец режиссёра, его играет Филипенко, который, ну, каким-то образом, ну, он прежде всего опекает своего сына, мальчика, и вот мальчику дозволено заглядывать в кадр. И этот приём, понимаете, для нас, он как бы нам передаёт то, что этот мальчик наш агент в прошлом. Этот мальчик сам автор, сам режиссёр, который через вот этот взгляд, он смотрит на нас и говорит, «Вы меня понимаете?» И мы ему киваем, мы внутренне говорим ему, «Да, мы тебя понимаем, мы с тобой». Это не только для нас, но и для режиссёра такой коридор, который позволяет ему погрузиться в прошлое. Ну, про эту методику Германа мы ещё поговорим сегодня. У нас целая лекция, но вообще тема её немножко другая. Мне бы хотелось в сегодняшней лекции больше отметить другие моменты, связанные с тем, где Герман достаточно вот при этой нетрадиционной эстетике достаточно традиционно спорит со старыми стереотипами искусства. И что, собственно говоря, он берёт за основу, от чего он отталкивается. Если бы вот этот спор был в эстетике традиционного кино, может быть, мы бы не придавали этому большого значения. Но, как это ни парадоксально, в этом споре Герман остаётся очень традиционным. И сейчас я вам покажу фрагмент из фильма. Ну, вы, я думаю, пришли, зная Германа. Для вас он не является чем-то, так сказать, непознанным. Но всё-таки какие-то фрагменты просто выделены, уже сами по себе могут обладать определённым каким-то дополнительным смыслом. И сейчас мы увидим фрагмент из фильма «Двадцать дней без войны», где главный герой этой картины Лопатин в исполнении Юрия Никулина встречается с актёрами. Так вот, я его убила, понимаете? Я его убила. И вы, как фронтовик, безусловно, можете... Да для точности я не фронтовик. Я человек, подолгую службу, бывающий на войне. Это другое. Бросьте, бросьте. Вы же стреляли в немцев. Вы убивали их. Стрелял. Вначале войны из винтовки. Раза три. И в этом году из пулемёта. Один раз убивал. Навряд ли. Во-первых, не один я стрелял. А во-вторых, они далеко. А я плохо вижу. У меня муж начальник медсанбата. Врёт в письмах, что это не опасно. Врёт, да? Нет, Николай, тогда врёт. Оп-па! Узи. Не наливайте меня. Я от неё сстанею. Лучше положите мне плово, я от него добрею. Так. Поймите нас. Вот Лидия Андреевна играет женщину-снайпера. Я ставлю. И нам нужно знать, что... Спасибо. Куда так много, короче, хватит. Что испытывает человек, точно зная, что он убил? Наслаждение, удовлетворение, восторг. Что? Удовлетворение? Пожалуй. А слово восторг, наслаждение как-то мало подходит к войне. Ну ведь сказал же поэт, есть упоение в бою. Как быть с этими словами? Откуда я знаю, как быть с этими словами? Никто не знает. Впрочем, как со многими другими. Поэзии. Спасибо, Николай. Будем здоровы. Спасибо. А я помню, как в молодости бегал на ваши спектакли, смотрел с галерки. Да? В Магбете, что ли? Не только в Магбете. Минуточку. Ну а решимость умереть, как быть с этим? Решимость умереть. Да это вообще из области самоубийства. А мне требуется не решимость умереть, а решимость сделать условий, когда ты грозит смертью. Это неизбежно. А человек продолжает в отеле жить. Всегда. Вот так. У тебя чай осталось. Тебе горяченького налить? Налей. Лида, чаю. Не хочу я чаю. Ну а какие же слова те? Какие не те у вас прекрасно получаются? Лида. Я хочу понять. Ну а какие те? Я вижу вам не по душе проза. Тогда так. До тебя мне дойти нелегко. А до смерти четыре шага. Вот эти слова те. По-моему. Вы не сердитесь. А то вас сделали злые глаза. Она глупая. А уж старая. И хорошо зная, как страдают и умирают люди. Как они узнают о смерти других людей. А вот как они его убивают. Неста. А мне нужно знать. Необходимо. Ну вот. Минуточку. Сейчас. Так вот. Я его убила. Понимаете? Я его убила. И вы как фронтовик, безусловно, можете... Для точности я не фронтовик. Я человек по долгой службы, бывающий на войне. Это другое. Простите, выросьте. Успокоилась. Ну, несколько комментариев по поводу этого фрагмента. Очень важная фраза. Я не фронтовик. Я человек, который по долгу службы, бывает на войне. Это позиция военных корреспондентов. Каковым относился Константин Михайлович Симонов, автор сценария и вдохновитель вот этой самой картины. Это важный момент. Я хочу сейчас в данном случае эти слова донести до молодежи. Потому что сегодня, когда ветеранов изображают примерно в одном пафосе, в одном ключе, вы должны понимать, что внутри ветеранов всегда существовали очень четкие счеты, кто был в штабе, кто был в заградотряде, а кто был на передовой. И поэтому вот эти слова о том, что я не являюсь фронтовиком, они, как бы сказать, слова Симонова, которые до нас доносятся вот через десятилетия. И когда Никита Сергеевич Михалков в свой фильм «Утомленный солнцем-2» посвящил своему папе, ну это было правильно, справедливо, Сергею Владимировичу Михалкову написал фронтовику, это вызвало просто огромную полемику. Потому что все-таки с точки зрения фронтовиков, вот эти наезжающие на фронт люди, без всякого уменьшения их роли, но все-таки это не те люди, которые каждый день на фронте, это другие люди, это все-таки не фронтовики. Юрий Владимирович Никулин, который играет роль Лопахина в этом фильме, это настойчивый выбор и Германа, и Константина Михайловича Симонова. Симонов очень всегда стремился к тому, что в фильмах, которые снимаются по его сценариям, фронтовиков играли фронтовики. Потому что эти артисты, будь то Анатолий Попанов в картине «Живые и мертвые» или Никулин в фильме «20 дней без войны», они несли какую-то генетическую, на уровне каких-то въеданий в кожу, какой-то такой странной, вроде как и несуществующей пыли, но опыт, тот опыт, который был очень важен. И Госкино очень долго не хотел утверждать Никулина, и Симонов поставил вопрос, либо я выхожу из коллегии Госкино, это грозило большим скандалом, потому что Симонов был членом Центрального комитета Коммунистической партии, и это, так сказать, сыграло решающую роль. При том, что у Никулина к этому моменту уже были серьезные роли, например, в фильме «Когда деревья были большими». Очень интересно выстроена мизансцена с актрисой, которая спорит с фронтовиком, ну, извините, сам себе противоречу вот с этим военным корреспондентом, и эту роль играет Людмила Зайцева. Видите, она рукой закрывается, вроде как ей слепит глаза лампа, может быть, лишь без абажура, а с другой стороны она как бы выстраивает свою отдельную позицию, которая в том, что есть же классика, есть же блок, который сказал, что есть упоение в бою, и поэтому, в принципе, как бы это разрушает любую быт, любую правду жизни. И вот здесь Герман стоял, конечно же, на позициях документа, и это, может быть, вносило в его картину, при вот этой традиционности конфликта старое и новое искусство, абсолютно такое новое дыхание, новую жизнь, потому что, действительно, он всегда шел от факта, он всегда шел от фактуры. Снимая свои картины, он меньше всего стремился к тому, чтобы эти его виды, ну, картины прошлого были документальным кино. Он прекрасно понимал, что люди в документальном кино, ну, по крайней мере, советской эпохи, они, есть люди, которые играют какие-то роли. Вот передовик играет передовика, он знает, каким должен быть передовик. Вот там еще какие-то ученые играют ученого, потому что он привык видеть других ученых. И вот Герман, когда снимал свои фильмы, он, естественно, вверх подбирал фотографии. У него был огромный фонд фотографий и по картине «20 дней без войны». Это были военные фотографии и фотографии довоенные для фильма «Мой друг Иван Лапшин». Опять же, это были не те фотографии, которые делались в фотоателье. Потому что если вы, ну, если обращаются к людям более старшим, вспоминаете архивы, фотоархивы своих дедушек и бабушек, всегда очень поставленные фотографии. Причесочка, так сказать, мужчины в костюмах, с орденами, если у них есть ордена, и так далее, и так далее. А Герман всегда искал вот некую сиюминутность в том, что происходит. Поэтому если он опирался на киноматериал, он брал не хронику, а он брал, например, технические фильмы. Ну, например, были учебные фильмы «Как строить дорогу». И вот в этих фильмах участвовали люди, которые делали разметку дороги, или там выкладывали асфальт, или просто шли по этой дороге, опять же, с какими-то своими заданиями. Это люди, которые не заботились о том, как они выглядят. Потому что они понимали, что этот фильм будет для специалистов. Он не является неким узаконенным фильмом для показов в кинотеатре и так далее. Герман искал вот такое вот поведение. И вот в этом, кстати сказать, тоже есть интересная особенность его личности. Понимаете, всё-таки Герман, сын своего отца, Юрия Павловича Германа, связь его с отцом была какой-то абсолютно феноменальной. Когда Юрий Павлович умер, Герману было 28 лет. Он, в сущности, ещё не начал свою большую карьеру в искусстве. Для художника он чуть-чуть припозднел, но только совершал какие-то первые шаги. Связь с отцом всегда была очень важной. Очень важной. И поэтому он был, как бы сказать, ну, его отец был известный советский писатель. Да, он, может быть, сегодня его меньше печатали, такая печатали много. У него есть произведения, может быть, сегодня нас малоинтересующие, а есть те произведения, которые были бы сегодня интересны. Но я сам в своё время прочитал вот эти две повести «Жмаков и Лапшин», которые легли в основу картины «Моя другова Лапшин». Это действительно очень интересная психологическая проза, написанная молодым человеком. И даже тот же Алексей Герман говорил, что многие писатели, прочитав это, думали, что за этим стоит какой-то уже поживший человек, которому 50-60. И человек, молодой человек, который пишет достаточно умудрённую и какую-то грустную по отношению к будущему прозу. Потому что в том же фильме «Мой друг Иван Лапшин», и к этому Герман стремился, герои не могли понять, что с ними будет через 2-3 года. Что там убьют Кирова, что начнётся эпоха Большого террора, потом Большая война. Но ощущение тревоги должно было быть растворено во времени. И к этому стремился Алексей Герман. С другой стороны, если он стремился к чистоте фактур, к документальности фактур, то тогда, казалось бы, он не должен был использовать другой приём, который он активно использовал. Он, например, не мог начать фильм «Мой друг Иван Лапшин», пока не принёс личные вещи своего отца на съёмочную площадку, в том числе и пишущую машинку. Казалось бы, это уже не новые вещи. Вот если ты снимаешь фильм про 1934 год, 1935 год, то у тебя должны быть вот эти вещи, которые новенькие, они блестят своими вот этими металлическими конструкциями, и они ещё пальцами не засалены, ничего. А он, наоборот, притаскивал вещи, которые уже замызганы жизнью. И здесь, казалось бы, какое-то противоречие. С одной стороны, ты стремишься к документу, а с другой стороны, эти вещи начинают транслировать вот этот самый следующий опыт, другой опыт, опыт последующих дней. И, может быть, в этом, как парадокс, и ответ на вопрос, каким образом Герман достигал этого странного эффекта, когда в прошлом присутствовало будущее, но это будущее не осознавалось героями. Мы на них смотрим, как на людей, которые, ну, жертвы истории или персонажей истории, но вовсе не какие-то мыслители, вовсе не какие-то люди, которые способны посмотреть на будущее через, там, десятилетия. Сама ситуация, которая отражена в этом фильме, это ситуация, связанная с Константином Михайловичем Симоновым. Он уже муж Валентины Серовой. Он уже выпустил свой знаменитый сборник «С тобой и без тебя», где было стихотворение «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Культовое стихотворение фронтовиков периода Великой Отечественной войны. У меня лично в семейном архиве, например, есть письмо моего дедушки, который моей бабушке это письмо переписывал. То есть это письмо переписывали, переписывали. Это, безусловно, и факт вот той самой эпохи, когда это стихотворение помогало выживать, помогало сохранить веру и в то, что тебя ждут, и в победу, и в то, что ты не погибнешь. Но в целом это ещё и театр Ленинского комсомола, ещё не Ленком Марка Захарова. У нас сегодня как-то всё очень быстро делается. И там и Ленком переименовывается очень быстро, и памятники Лановому и Этушу ставятся, как будто бы не было предыдущих поколений, где были, может быть, не менее великие, а, может быть, и более великие артисты. Ну вот я, как историк, естественно, к этому отношусь с некоторой долей большого критицизма. Так вот, Симонов был мужем Валентины Васильевны Серовой. Она была актрисой Московского театра имени Ленинского комсомола. И это был очень скромный театр. Он не был федеральным театром. Это был театр с очень маленькими актёрскими зарплатами. К первым театрам в страну вообще никогда не относился. Хотя там тоже работали выдающиеся люди, известные и по театру, и по кино. В годы войны этот театр был в эвакуации в Фергане, а не в Ташкенте. А действие фильма, который мы только что видели, происходит в Ташкенте. Туда направляется герой Константина Симонова. В некоторых смысле он сам прообраз этого героя, Лопахина. И он туда едет и со своим личным заданием, потому что ему важно увидеться со своей бывшей женой. И у него есть какие-то редакционные задания. Ангелина Осина-Степанова, которая играет ведущую актрису этого театра и режиссёра спектакля. Очень нечастое появление этой великой мухатовской актрисы на сцене московского художника. То есть, говоря, на экране. Вот почему-то Герману она была важна в маленьком эпизоде. Это значит, что Степанова села в поезд, поехала в Ленинград. В съёмке это павильонная сцена. Ясно, что снималась не в Ташкенте. Но всё-таки ему была бы важна именно Степанова. Скорее всего, она играет Софью Владимировну Геоцинтову, которая была художной. Одним из там был трюмверат в театре Ленинского комсомола. Берсенев, вот там есть такой лысый мужичок, который с бутылкой приходит. Скорее всего, это Берсенев. Хотя, по-моему, совсем не похож на него. И Серафима Германа Бирман, и вот Софья Владимировна Геоцинтова. Вот это очень важно. Потому что Степанова – жена Александра Александровича Фадеева. В период, когда союз писателей эвакуировали в Татарию, это многократно описано, есть замечательные книги на эту тему, она возглавляет колонию жен писателей. Не буду утверждать стопроцентно. Не хочу, чтобы этот грех был на мне, но просто я вам рассказываю всё, что я знаю, поэтому вы можете эту информацию проверить. Ей приписывалось то, что именно она отказала Марине Цветаевой в её этом отчаянном желании стать посудомойкой в писательской столовой. Якобы она сказала, что откуда мы знаем, может быть, вы отравите наших детей. Не буду утверждать, но была такая журналистка, замечательная женщина, умерла, к сожалению, от рака. Ангелина, её звали Алина Селикашвили. И она в глаза сказала этой Степановой. Она в глаза сказала, не знаю там этой реакции. Но, понимаете, даже если где-то не совсем так, мы должны понимать, что это обстоятельства войны. И вот, видимо, Герману Степанова была важна как человек этой эпохи, как человек, который тоже это всё пережил. Вот этот индивидуальный опыт для Германа был очень и очень важен. Это история личная для Константина Симонова. Он ещё не расставался с Валентиной Серовой, а по сюжету вот этой сцены как бы это расставание уже произошло. Но это история следующей жены Константина Симонова. Звали её Лариса Жадова. И вот в некотором смысле её играет Людмила Марковна Гурченко. Вот она там появляется как костюмер. Помните, она на плечика Степановой кладёт какую-то свою такую мерочку. Ну, она заодно делает свою работу. И пока все успокоились, она может, наконец, там какой-то костюмчик примерить, какие-то взять, так сказать, свои выкладки для работы и так далее, и так далее. Это тоже очень интересный момент. Герман хотел в этой роли снимать Аллу Сергеевну Демидову. И вдруг он натолкнулся на полнейшее сопротивление Симонова. Он не мог понять, в чём дело, чем провинилась Демидова, и почему он категорически не хочет эту актрису видеть в этой роли. Ну, объяснения сначала не было, но вот Демидову не утвердили. Зато утвердили Гурченко. Это как бы было одно из её первых таких драматических явлений, где зрители, критика, профессионалы кино могли в полной мере оценить её не только музыкальные какие-то, комедийные, так сказать, таланты. И я даже, кстати, не могу об этом не сказать. Я же сюда привозил Аллу Сергеевну Демидову на 100-летие Октябрьской революции. Мы показывали фильм «Шестое июля». И когда мы ехали обратно, мы заговорили на эту тему, Алла Сергеевна говорит, я не могу понять, мы же с Гурченко так не похожи. Но я ей шесть раз проиграла кастинг. Я тоже... Потом мы стали перечислять, это был фильм «Пять вечеров» и там ещё что-то. Но вот это сам по себе действительно странный феномен. Вот шесть раз проиграть кастинг, не будучи похожей на Гурченко. Это, так сказать, такие парадоксы актёрской судьбы. А потом, когда фильм вышел, когда его, кстати, даже «20 дней без войны» выдвинули на государственную премию, ну, не дали, конечно. Но это была попытка всё-таки вытащить это имя Германа из ямы вот этого, ну, какой-то заведомой такой оппозиционности, что ли, некого непризнания, и так далее, и так далее. То Симонов сознался, почему его стало раздражать Демидова. Видимо, она сама была виновата в этом. Она сделала грим, она сделала прическу под Валентину Васильевну Серова. Вот жди меня, и я вернусь. Вот это выяснилось уже очень поздно. И сейчас, чтобы мы, как говорится, может быть, это не сильно нас сегодня отвлечёт, я хочу, чтобы, может быть, больше для молодёжи, мы посмотрели чуть-чуть на Серову. Это фрагмент из фильма «Жди меня». Поставили его режиссёр Столпера Иванов. И Серова, вы живёте в Сырдловской области, вы знаете, что в Сырдловской области есть город Серов. Этот город Серов в честь мужа Валентины Васильевны Серовой. Она взяла эту фамилию. Вообще-то, её настоящая фамилия, девичья фамилия Половикова. Ну, посмотрим на эту вот замечательную актрису. Это начало сцены, конечно. Дорогая подруга моя, Коль ей грустно, ты сразу поймёшь, Приласкай за меня, Я и славы с тобою слитом, Да с рассветом, я и славы с тобою слитом, Мне в боль уходить. Я и сам бы, любимый, сказал, Чтоб разлуки невесело жить, И поведать о том небою, То для нас небольшая беда, Я ведь скоро с победой вернусь, И начать становясь навсегда. Ты крылатая песня слетай, С ветром войны в родные края, Ждёт ли парня, как прежде, злай, Наша горья подруга моя. Вот чтобы вы понимали, как был устроен театр Ленинского комсомола, основные пьесы писал Константин Симонов, Ну, самый известный из них, Парень из нашего города. Главные роли в этом театре играла Валентина Васильевна Серова. И это был, в общем, Такой слаженный творческий организм. А в фильме Алексея Германа Условную Серову, Очень условную Серову, Согдала Люсьена Овчинникова. Даже сложно понять, Здесь какая может быть связь, Но Герман, конечно, занимался Какой-то своей такой режиссёрской самостоятельности. Но если говорить про литературные прототипы, То, скорее всего, это шло от Алексея, То есть это героини Валентины Васильевны Серовой. Вот так заканчивается Одна любовная семейная жизненная история Константина Симонова, И начинается другая с Ларисой Жадовой, Которую играет в этом фильме Людмила Гурченко. Ну, про Серову можно поговорить отдельно. Вы знаете, есть такой сериал, Юра Кароснева называется, Он звезда эпохи. Там Марина Александрова играет Серову. Ну да, там нет Серовы, там есть Седова. Потому что фильм вызвал сопротивление семьи. Прежде всего, Марии, дочери Симонова. И Валентина Ивановна, кстати, жива. И сегодня, ну не знаю, дай Бог так сказать, здоровья. Вот, но для семьи это всегда была очень горькая, Очень тяжелая история. Дело в том, что вот эта легенда, Это вот, так сказать, наша общая гордость и слава стихи. Жди меня, я вернусь. А с другой стороны, развод был очень болезненный. И Симонов лишил Серову материнства, Право на общение с дочерью, Из-за ее пьянства, алкоголизма. И в сущности, когда Валентина Васильевна умерла, Умерла она в 58 лет, Гроб в театре киноактера провожали артисты этого театра, Мать артистка театра Маяковского Половикова, Которая только пришла к гробу и ушла. Она была на стороне Симонова. Симона в это время отдыхал в Крыму. Он прислал 58 роз по числу лет прожитой Серовой. И, собственно говоря, похоронами Валентина Васильевна занимался ее отец, Который был сиделец. И который долгое время вообще боялся приблизиться И к своей бывшей супруге, и к своей дочери. Потому что они были знаменитые артистки. А он был человеком, который только что вышел из ГУЛАГа, из лагерей. И, как бы сказать, когда он, собственно говоря, вернулся к дочери и подошел к ней, В тот момент, когда он понял, что у нее просто никого нет, До кого она может опереться. И Серова похоронили не на каких-то престижных кладбищах, Например, Новодевичье или Ваганьковское. Его похоронили на более скромном кладбище в Москве, Именно в могиле ее отца. Который при этом был для нее не то чтобы чужой человек, Той человек, который очень долгое время был на какой-то дистанции, что ли, По отношению к ней. Вот такая вот как бы горькая правда жизни. Но она, мне кажется, вполне в духе Алексея Германа. И вот в этой же картине «20 дней без войны» Есть другой эпизод. Сейчас мы его увидим. Он связан с тем, как снималось военное кино. Основной киностудией в годы Великой Отечественной войны Была так называемая «Объединенная киностудия» в Алмате. Соединили две студии «Ленфильм» и «Мосфильм» в ЦОК. В ЦОК – Всесоюзная Центральная Объединенная киностудия. Но в Ташкенте в это время находилась в эвакуации киностудии имени Горького. Поэтому там не работал Столпер, который сейчас мы видим в кадре. Но, тем не менее, как бы Герман имел право именно Ташкенту приписать Вот эту вот, так сказать, кинтографическую историю во времен войны. Василий Николаевич, Ваше ощущение от этого? Понимаете, что это со дна? Да? Есть ощущение неправды. Прямо-таки неправды. Ну, не поджигал этот броневик. Ни в очерке, ни в жизни. Просто не ушла из Сталинграда, из этого подвала. И все понимали, почему. И понимали, что им, солдатам, тем более, нельзя уходить. Вы считаете, мы можем взять Ваш очерк и целиком перепереть на экран? Не обязательно целиком. Мы же, наоборот, добавили, и неудачно. Танк поджечь или броневик. Так, на Братиланка ружье расчет положим. Два бойца. Оно тяжелое. Это киноочерк. Понимаете, маленький сюжет. Без яркого подвига фильма вообще не будет. А моя задача построить фильм. Задача благородная, уверяю Вас. А в фильме неправда? Эта женщина из Сталинграда погибла? Погибла. Почему же Вы об этом не писали? И одеты у Вас все с иголочки. И каски носили. Не с утра до вечера. А выйдут, оденут. Спустятся мне, снимут. И противогазы не носят уже на фронте давно. Но это существует же устав, товарищ майор. Или уже не существует? А шеи противогазов пока никто не отменял. Товарищ подполковник, Вы на фронте были? А какое это имеет значение? В нашем споре решающее. Ну, что такое фронт, товарищ майор, я знаю еще по гражданской. А сейчас служу там, где мне приказывает Родина. Кстати, я подавал два рапорта о переводе. И когда попаду туда, то, смей Вас заверить, буду служить. От начала и до конца. А не наведываться за материалом. Опять отыгрывается тема военных. Для очередного очерка. Ну, а что касается внешнего вида, так боец, когда на фотокарточку снимается, и то все пуговицы до блеска надраивает. А тут кино. И, тем не менее, на вашем месте я не брался бы за работу. Где сам это должен давать фронтовик. Извините. Товарищи, свет горит. Иван Александрович, кое в чем я права. Прав. Телоказы убрать, сказки снять. А вы, останьте, и вы тоже, останьте. Девочки, шапки. Света много. Админа, быстро агрей. Думаешь, что это за салон-вагон? Как уже не улыбаешься ты каждый минут? Что-то зубы искали. Тяжело. Правильно. Автор вам, и мне, вы, пожалуйста, разберитесь. Съехался. Товарищи, мы будем сегодня снимать или не будем снимать сегодня? Поехали. 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 Это Сталинград, но снимали в Прибалтике. Там было ближе для съемочной группы. Поехали. 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 который играл Чапаева, он вдруг переплывал реку Урал, он должен был утонуть, он не тонул, он выходил и призывал к победе. Или другой сюжет. Назывался он случай на телеграфе. В Ленинграде очередь, немцы где-то рядом, еще нет времени блокады, но уже тревожные времена. И среди тех, кто пробивается к телеграфистке, чтобы подать телеграмму, мы видим какую-то руку, явно в каком-то историческом, так сказать, костюме, и телеграфистка читает, нападал Россию, не советую Наполеон, а Гитлеру Наполеон. И потом, когда камера въезжает в лицо этого человека, который подает телеграмму, выясняется, действительно человек в этой треуголке Наполеона. Были разные сюжеты, но смысл был в том, что картины должны были быть короткими, потому что так было легче осмыслять, так было легче, так сказать, доходить до зрителя. Особенно первый период войны, когда все было достаточно нестабильно, и отступали, и было непонятно, где какой предел, так сказать, и терпению, и этому отступлению. Поэтому, конечно же, пели наши знаменитые артисты Крючков, сейчас забыл, с кем немцы драпают от нас, это я просто сейчас цитирую интервью Германа, а на самом деле это мы драпали от них. Ну, этот агитационный заряд, конечно, был очень важен. Но фронтовики, зачем же тогда было их приглашать в качестве консультантов? Конечно же, это все привносило тот конфликт, который был на съемочной площадке. Сейчас мы вернемся к фигуре Столпера. Это очень важный режиссер в жизни Константина Симонова. Они были связаны практически всю жизнь. Но я обращу внимание на песню, которая звучит здесь, на тех картинах войны, которые возникают в голове главного героя, когда он пытается что-то передать артистам в этих касках с этими противогазами, звучит песня «Девочка Надя, чего тебе надо?». Вот я, как я понимаю, для Германа она была достаточно ключевой, как возможность проникновения в тот исторический материал, которым он хотел овладеть. Потому что впервые эта песня звучит у него в картине «Проверка на дорогах». Там это и есть. Потом в фильме «Двадцать дней без войны». И вот удивительный случай. Наверное, по этой картине и у вас есть вопросы, и, как бы сказать, есть вопросы у всех, у многих. Я имею в виду фильм «Трудно быть богом». Ну, два слова об этой картине. Ведь этот замысел 67-68 годов. Но тогда пражская ситуация в Праге, когда советские танки вошли в Прагу, не позволила снять этот фильм, аж стали моментально пересматривать все производственные планы киностудий. И братья Стругацкие с этим романом, с этой экранизацией, были явно не ко двору. И, конечно, у Германа, как у большинства советских художников, возникли некие правила приспособления к действительности. И когда вот эти правила, когда действительность с ее запретами стала распадаться, конечно, очень сложно было войти в новое время с другим ощущением свободы. Потому что надо было к этому прийти. Надо было себя снова перевоспитать, к этому как-то продвинуть. И Герман, как и очень многие, кстати, соблазнился тем, что он снова снимет, он вернется к тому, что он хотел снять хотя бы в период оттепеля. И мне кажется, что в этом заключалась огромная драма. Он 10 лет снимал фильм «Трудно быть богом». Там были затрачены колоссальные средства, его усилия. Но ведь вы знаете, что фильм «В прокат» уже выпускал сын Германа, супруга Германа, Светлана Кармалита. Его уже не было в живых, Алексея Юрьевича. И в некотором смысле последний год или полтора, Герман болел. Он в некотором смысле сам замедлял сдачу этой картины. По существу, как я понимаю, фильм был готов. Но, видимо, у Германа не было уверенности, что вот это десятилетие он не затратил, ну, не так, может быть, как это было бы важно для какой-то большой, творческой, плодотворной такой биографии. Вот выскажу себе такое вольное, смелое определение. И сейчас даже позволю вам в этом убедиться. Я этот фильм смотрел несколько раз. И последний раз у меня надо было по работе, для какой-то съемки, на телевидении его пересмотреть. Я его, что называется, смотрел ушами. Ну, то есть отвлекался. И вот на первых минутах фильма «Трудно быть богом» – это абсолютно фантазийная история, это «Братья Стругацкие», это никак не связано с реалиями советской действительности, это все очень абстрагировано, это в других мирах. И вдруг где-то первые там шесть-семь минут я вдруг услышал, как герои идут в этот город, в котором происходит основное действие, и насвистывают. Девочка Надя, чего тебе надо? Я вздрагиваю, я перекручиваю. Слава богу, сегодня есть такие возможности. И опять это слышу. Проверьте меня, пожалуйста. Проверьте меня, пожалуйста. Потому что можно было сойти с ума. И я подумал, господи, как это может быть здесь? Причем здесь девочка Надя, если ты снимаешь совершенно какой-то фантазийный другой мир. Потом мы сюда приезжали, к сожалению, это было за год до смерти, на день кино, где тоже, может быть, несколько лет назад, показывали фильм «Хрусталёв в машину». Светлана Крамолита приезжала. Потом мы с ней сидели, долго разговаривали. Я спросил об этом. Говорю, что там делает девочка Надя-то в этом фильме? Трудно быть богом. Там нет никакой девочки Нади. Я опять перехожу домой, опять включаю, опять её слышу. Проверьте меня, пожалуйста. Может быть, я сошёл с ума. Но с другой стороны, я думаю, что это, скорее всего, вот знак неуверенности Германа в том, что он делает, и попытки через испытанные ходы вот войти в этот материал. Видимо, действительно, как тонко устроена жизнь художника, что ему, видимо, было очень сложно вот это пространство ощутить как своё. И, с одной стороны, он, конечно же, насытил мир фильма «Трудно быть богом», но, извините меня, реальным говном. Это, как бы сказать, это вот тот суровый реализм, через который он проходил и в фильме «20 дней без войны», и в Хрусталёве, и в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Но здесь это никак не помогло, потому что даже если он там по-настоящему бил артистов, даже если по-настоящему там вот это всё падало на головы, потому что, понимаете, как были устроены туалеты в средневековье в таких вот городах, то это всё равно не решало его личные проблемы, а проблема заключалась в том, а что мне сегодня вот этот самый мир. И поэтому при всей изобретательности этой картины, когда я читал в рецензиях, что белые побеждают чёрных или там как-то торжествуют серые, мне всегда казалось, для художественного смысла этого недостаточно. Это слишком примитивно, слишком плоско. Но давайте к жизни художника относиться как к большой драме. Может быть, я не прав в этих рассуждениях, может быть, у вас своя точка зрения, может быть, есть люди, которые тот же фильм «Трудно быть богом» смотрят как-то иначе, но вот я как бы объясняю и просто, собственно говоря, вам рассказываю историю одной цитаты. Вдруг появление этой самой девочки Нади, которой что-то там почему-то было надо. Но возвращаюсь к Столперу. Мы в кадре видели Столпера. Герман чуть-чуть, ну, уважительно, конечно, показал, но в некотором смысле и уничижительно тоже, потому что в каком-то смысле он был в стороне фронтовиков. Опять же, пусть герой Симонова не имел права называться фронтовиком, не хочу себе противоречить. Но дело в том, что в кентографических предпосылках Германа было две картины, которые он буквально в смысле боготворил. И они в каком-то смысле определили его творческий путь. Это были две... Первая картина или вторая, я начну просто с менее сейчас важной. Это фильм Владимира Венгерова «Рабочий посёлок», по-новой. Именно там открылась новая Гурченко. Я не очень понимаю, когда вдруг все лавры приписали картине «Старые стены», где произошло такое переоткрытие этой актрисы. И Гурченко вспоминала очень хорошо. И Трегубович, режиссёр этой картины. Тоже могу отдельную историю рассказать, как это всё работало. Но если посмотреть внимательным киновическим взглядом, то, конечно же, картина «Рабочий посёлок». Я вам очень советую эту картину посмотреть. По-моему, это грандиозный кинороман со своими конъюнктурными вкраплениями, потому что речь идёт о эпохе Оттепеля. Но это совершенно другая Гурченко. Вот там впервые возникает эта большая смелость была Венгерова взять эту красотку из «Карнавальной ночи» и дать ей очень серьёзную роль, роль жены ослепшего фронтовика, который, придя домой, не может найти себя в новой жизни. Он и пьянствует, и хулиганит, и играет на гармошке. Эту роль играл другой великий артист Олег Иванович Борисов. А та картина, о которой сегодня надо, может быть, естественно, и поговорить, это фильм «Живые и мёртвые», который как раз поставил Александр Борисович Столпер. Это выдающаяся картина Симонова. С Симоновым они были очень связаны, потому что парень из нашего города, «Жди меня», вот такая советская героика, которая была связана с именем Симонова, её ставил прежде всего Столпер, и «Живые и мёртвые» стал пиком их взаимоотношений. Это был период, в картине отражён период начала войны, самые трагические картины. Вот очень неслучайно, что эпоха оттепели, эпоха застоя, сейчас я говорю про эти слова, ну, как некие наклейки, вы понимаете, я не расшифровываю какие-то глубокие смыслы, но вот эпоха застоя во многом была связана с фильмом Юрия Озерова «Освобождение». И «Освобождение», как естественно было, надо было рассказывать про победу, а не про цену победы, это фильм про то, как Красная Армия пошла в наступление, потом переступила границы Польши, другой Западной Европы и так далее. И в этом был знак времени, о том, что мы видим Сталина, победителя, рассказывает, что люди на первых сеансах вставали, аплодировали, хотя Брежневская эпоха заключалась несколько в другом, Сталина просто исключили из плохого, из хорошего, просто оставили такую золотую середину. Ну вот, люди старшего поколения помнят, что, в принципе, о Сталине ведь тоже мало говорили в эти годы. Вот, а живые и мёртвые – это самое сложное, самое проблемное, что связано с первым этапом войны. А как это? Три миллиона пленных. А как это отступление? А как это то, что в Москве в октябре 41-го года начинается паника? Что жгут архивы, что переворачивают машины торгашей, и начальников, которые на хороших лимузинах и на грузовиках всё вывозят из, так сказать, своих домов? А как это всё воспринимать? И вот сейчас я вам покажу фрагмент, где буквально одна страничка, одна драма вот этого периода войны. И это смелость Столпера и Симонова. Фильм «Живые и мёртвые» 64-й год. Хотят, в тройку спровождают. Поехали. Горит. Смотри, горит. Горит. «Живые и мёртвые» Ушел, сволочь Ушел Обратите внимание на эту сцену Абсолютно германовская сцена Этот актер должен быть курить в лес Волноваться там А он как мальчишка Поймайте этого Фашиста Как выйдет Лишь бы не встретился со своими Поворачивайте машину Поедем искать нашего На земле лежал человек Никогда особенно не боявшийся смерти Но сейчас ему было страшно до отчаяния Он со злобой думал о том Волнова его вызвал сам Сталин И произведя прямо из полковников Генерал-лейтенанты Означил командовать авиацией Целого округа Сейчас перед лицом смерти Ему некому было лгать Он не умел командовать Никем, кроме самого себя И стал генералом В сущности оставаясь Старшим лейтенантом Говорят Человек перед смертью Вспоминает всю свою жизнь Может быть и так Но он вспоминал перед смертью Только войну Говорят, человек перед смертью Думает сразу о многом Может быть и так Но он перед смертью Думал только об одном О войне Он все-таки сбил сегодня Еще одного фашиста Тридцатого И последнего В его душе не было Предсмертного ужаса Была лишь тоска Что он уже никогда не узнает Как все будет дальше Старшим лейтенантом Стой! Стой! Дымок из нагана Это тоже интересная история Подождите Видите, двойная драма С одной стороны Отчаяния войны Он даже своих не узнает Он ранит своего Но главная драма в том Что действительно То поколение командармов Тухачевского Гая Егорова Которое было Выкашено в репрессии Заменялось Вот этими Вчерашними лейтенантами Полковниками И они Становились генералами Совершенно не обладая Ни академическим Ни академическим знанием Ни опытом определенным Вот это все Несла картина Живые и мертвые Это просто один из эпизодов Этой картины Еще обращаю внимание На один момент Закадровый голос Это голос Диктора Центральной студии Документальных фильмов Леонида Хмары Он был в годы войны Не менее известен Чем Юрий Левитан Потому что Левитан читал На радиосводке А Хмары читал В кинотеатрах Когда показывали Хроникальные блоки Сюжеты И потом пройдет время И этот симоновский текст Герман Уже в своем фильме Другой конечно текст Но написанный Симонову Он заставит читать Самого Константина Симонова Это тоже будет говорить О том движении времени Когда уже будет важно Что этот голос Реально Человек, который реально Прошел Через вот такой вот Серьезный опыт Конфликтная ситуация Которая заложена в том Что С одной стороны Да Вчерашние лейтенанты Стали генералами И вот этот ужас Первого периода войны Не смогли Ну Каким-то образом На своих плечах Вынести Компенсировать С другой стороны Действительно Одна из Таких очень важных Эстетических моментов Этого времени Пьеса «Фронт» Написанная в 42-м году Корничуко Где склеснулись Два Крамдива Это Опять же Сейчас я вас могу Вернуть К фрагменту Из фильма «Двадцать дней без войны» С консультантом фильма Это Горлов и Огнев Это два командарма Разных исторических эпох Горлов Это Ну даже Назвай Фамилии здесь говорящие Горлов Который берет Голосом Горлов Своим таким Непосредственным воздействием Это как раз Поколение Людей С гражданской войны И вот новые Поколения Огнев Люди Которые берут Какую-то внутреннюю суть Это уже поколение Жукова Рокоссовского И так далее Очень интересная история Эта пьеса Можно взять советская Конъюнтурная Но ставилась она тогда Очень широко И Опять же За этим Стала определенная загадка Потому что Сталин Иногда очень хорошо Влиял на художников Но никогда Мог очень часто Не афишировать Своё Вот это вот влияние Когда появилась Пьеса фронта О том Как собственно говоря Слеснулось Два поколения Командиров Ну генералов Нашей армии Так сказать Вот этих разных периодов То Тимошенко Был против Этой пьесы Он даже написал Сталину письмо Что пьесу надо запретить Что она порочит Поколение Буденова Ворошилова А Сталин Пьесу не запретил Сталин наоборот Её всячески поднял И Вообще он был очень большой Если говорить на эту тему Он был очень большой Прагматик В том числе и в вопросах искусства И Прежде всего Может в вопросах искусства Поэтому Как бы действительно Пьеса оказалась Очень важной И она морально Поддержала То новое поколение Командир В котором потом В общем Связана уже победа И Битва под Москвой И в Сталинградской битве И в Курской дуге И так далее И так далее Здесь уже действительно Пришли Совершенно другие Люди Через несколько лет После картины 20 дней без войны Герман Приступил к картине Начальник Опергруппы Она дошла До нас До зрителей Уже в варианте С названием Мой друг Иван Лапшин В общем-то Герман Вообще Почему Симонов Возник в биографии Алексея Германа Симонов Был близким другом Юрия Павловича Германа Отца Алексея Юрьевича И в общем-то Когда Симонов Узнал Что Фильм Проверка на дорогах По сценарию По прозе Юрия Павловича Германа Лежит на полке Он решил Как бы С позиции Своей Своих званий Так сказать Какого своего статуса Помочь Сыну своего друга Он знал Лешу Германа С детства Мальчика У Симонова У Германа Есть такие воспоминания Как однажды Он пришел из школы И увидел Как на его Трехколесном велосипеде По коридору Их огромные квартиры Отдельные квартиры На Марсовом поле Ездит пьяная Серова И ломает И ломает Его этот детский велосипед И там Трехкласснику Который не понимал Кто такая Серова Ему было совершенно До фонаря Все эти папины друзья Вот Но как бы он видел то Что ломается Как бы вся его Мечта его жизни Что ли Вот так они Между прочим Познакомились И когда Фильм Двадцать дней без войны Да Действительно Ленфильм его выдвинул На государственную премию Это такое Прогрессивное крыло Ленфильма Боролось за Германа Но фильм Конечно Государственную премию Не получил А самое главное Он собрал Очень Очень Жалкие Какие-то Деньги В прокате Фильм посмотрело Два с половиной Полтора Или два с половиной Миллиона зрителей Можете себе представить Для страны Для которой порог окупаемости Фильма был Десять миллионов А то и двадцать миллионов Потому что еще половина Оставалась в кинотеатру Это прибыль Пятьдесят на пятьдесят Это такой Вечный Постоянный закон Кинопроката Я уж не говорю Про фильмы Типа там Не знаю Афония Или служебный роман Который собирали По семьдесят пять миллионов По шестьдесят Семьдесят Восемьдесят миллионов зрителей Поэтому что в этой ситуации Два с половиной миллиона Конечно Этот фильм Был обречен на то Чтобы его все-таки Несмотря на Художественные достоинства Отнести Так сказать К неудачам Ленфильма И Дальше Симонов Он уже был Смертельно болен Они не смогли Вместе с Германом Продолжить работу На следующем замыслом Герман Симонов Позвонил в Госкино Ермашу Тогдашнему Нашему председателю Госкино И сказал Он сказал Четырестную вещь Сказал Я очень подвел Германа Своим произведением Дайте ему Он талантливый человек Дайте ему работать То есть Симонов Этот удар Конечно же Очень По-хитрому Благородно По-хитрому Принял на свой счет Хотя В общем Конечно же Неудачи не было Это выдающаяся картина И собственно говоря Герман Имел право На работу И вот тогда Он вернулся К картине По произведению Своего отца Мой друг Иван Лапшин Когда-то в молодости Они обсуждали Что Герман Примирялся К своей первой Самостоятельной работе Отец еще В этом достаточно Как она решается И что потом Из этого выходит Фрагменты С фильма Мой друг Иван Лапшин Ты, Екатерина Пирожок-то пока положи Неприлично кушать Когда с тобой разговаривают Тем более Она в стране Кто не работает Тут не ест Слыхала? Свободно Есть? Кстати Про пирожки Может и не случайно Герман Я помню Рассказывал Что она действительно Торговала пирожками Около Ленфильма Это женщина И даже потом Ее не нашли Чтобы заплатили Гонорар Но он немножко Любит приукрасить Ты самое главное Рассказывай Но он любил Вот таких персонажей Исправляться думаешь Поеду Ой, поеду Поеду Буду там с попкой жить На гавайской гитаре играть Там поиграешь Ну что? Зову артистку-то? За что? Два года добавили Козлы И при том вонючие За налет, Катерина Какой налет? Налет-то какой? Подумаешь Две пары лодочек А сукно, Катерина Какой налет-то? Сукно Считайте Возьмите счеты И считайте Не грубей, я сказал Считайте, считайте Ну что? Зову артистку-то Знакомьтесь Здравствуйте 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 Я Наташа Вы знаете Это так случилось Что до некоторой степени Я буду играть вас Да Моя героиня заключена Располагайтесь Благодарю вас Она работает на канале Угощайся, Катерина В процессе Как бы Проходит суровую перекопку Вот Я хочу вам показать Как выглядит роль Вот посмотрите, Катенька Это Это вот мой текст Это текст партнера Я котиковый мантонов к каин променял Нерка, пришей мне, ради бога Кнопки на кофту Мне осталось жить два лета А потом отравлюсь кокаином Агроматного порошка Запела Подру И вот так-то, начальник Стоять! Ты что, с ума сошла? Вы что, себе позволяете? Что, дура, что ли? Я пошутила, начальник Тебе что, срок добавить? А я пошутила, начальник Что я сделала от такого? Что случилось? Каш! Стой! На новую постановку Отправилась полуправления Даю слово, даю слово Встановка была неудачна Вдобавок, колесо тачки На которое стояло Адашева На саде вдруг подломилось О! Мадам! Мадам! В следующий раз Скажи, где тебя хоронить? Я тебя сама бить буду Мадам! Ай! Что ли я здесь думаю? Разве я стенка разен? Да! Алёша! Вот видишь, что получилось? Что? Ай! Я тебе говорю! Товарищ! Из бывших порог Я организую трудовую коммуну За пьянство Исключение И позор! Понятно? Я сам возьму тачку Прошу запомнить Моя фамилия Дорохов Здесь клички отменяются Меня зовут Константин Константинович АПЛОДИСМЕНТИЯ 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 Ха! 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 Что-то я не доверяю этой серенаде Киевский карманщик лимон Возьмите свои слова обратно А если не возьму Что будет? Что будет? АПЛОДИСМЕНТИЯ АПЛОДИСМЕНТИЯ Но мы еще встретимся с тобой Костя-капитан АПЛОДИСМЕНТИЯ АПЛОДИСМЕНТИЯ Хороший? Да Обратите внимание АПЛОДИСМЕНТИЯ По-видимому, не окончательно погашенный Но на днях мы продолжим эксперимент Слопова Ну да Дворога О, наш главный специалист по артисту И 10 конфеток А, здрасте Верно, Иван Михайлович? Известный вам артист Кузнецов Он должен был играть в Лапшана Потом Верно перейдет Волнуешься? Ужасно Волнуется Ну что ж, такая постановка дел нужное Я так считаю Какой же классный Товарищ начальник, у вас в лозу видели Мы тут читаем Что представление культурное И Егоров дал выпуклый образ Однако типу личной женщины не удался Зря на нее только время тратили Верно? Ну вот я считаю Подождите, опять Сложно так все переключать Извините Ну, прежде всего Играют пьесу Николая Федоровича Погодина Аристократы Погодин известен, прежде всего Сами пьесами о Ленине Кремлевские куранты Самая известная его Может быть, самая Зрелая такая пьеса Ну, вот этот период Середины 30-х годов Тема перековки Вы знаете, как в 34-м году По-моему, большая группа писателей Там были и Бабель, и Олеша И очень многие другие Поехали на Беломоро-Балтийский канал Описывать, каким образом Советская власть из бывших вредителей К ним относили Ну, и творческую, и техническую Интеллигенцию Среди них, например, был Дмитрий Сергеевич Лихачев Известный наш филолог, академик И там были люди из криминального мира Как бы перековывались И вот пьеса носила Такой вполне пропагандистский смысл О том, как происходит Вот эта перековка Каким вот образом Люди приобщаются к новой жизни И Костя Капитан Это был главный герой этой пьесы Вот он, ростовский вор в законе Становится одним из пионеров Вот этого нового движения Передовиком производства И забывает свое криминальное прошлое Конечно же, Герман В том времени уже прочитал Архипелаг ГУЛАГ Ну, может быть, есть другие авторитетные источники Которые позволяли бы судить о криминальном мире Ну, я вот сейчас на это произведение буду опираться Где Солженицын очень точно описал Этот мир социально близких Потому что теория советской власти Заключалась в том, что их жизнь сделала такими Заставила быть ворами, проститутками Хотя некоторые из них были в этой сфере Ну, так сказать, из поколения в поколение И что вот эти новые условия жизни Та справедливость Которая к ним Гуманность, которая к ним проявляется Позволит им стать другими Ну, как вы понимаете, это не произошло И вот этот эпизод, на который я вас просил обратить внимание Он мелько два раза проходит в картине Германа Это как раз период социальных и даже биологических экспериментов Когда в одной клетке держат курицу и лису И лиса, и у лисы как бы отбивают инстинкт собственника Инстинкт хищницы, хищника То есть ее как бы вовремя кормят И тем самым гасят этот инстинкт Связанный с тем, что курицу она никогда не тронет Ну, вот мы видим В этом клубе, где играется спектакль Все-таки лиса напала на эту самую курицу Но пионер полной решимости Продолжить этот эксперимент И он уверен, что они добьются своего успеха Вот поэтому В этом смысле, конечно В этой сцене Есть глубокое хитство По отношению к криминальному миру И, собственно говоря Ведь если внимательно посмотреть на картину Мой друг Иван Лапшин Там как бы есть два сюжета Первый сюжет заключен в том, как работает Начальник опергруппы Или там руководитель уголовного розыска Иван Лапшин То есть там в деталях вот этой конкретной операции По разоблачению По поимке банды Соловьева А с другой стороны Естественно режиссерский сюжет Который поднимается над литературной основой И в этом смысле Кстати сказать Герман был ближе к литературному первоисточнику К своему отцу Нежели к сценарию Эдуарда Володарского Который там остался Но все-таки Володарский прописывал Ну почти детектив Или там триллер Говоря языком жанра А Герман все-таки стремился идти От психологических особенностей героя Который живет во времени Не понимая этого времени Там есть замечательная сцена Когда встречаются Вот три товарища По жизни это Адашова Нина Русланова В нее влюблен как раз Иван Лапшин Андрей Болтнев Из Москвы приезжает Ханин Его играл Андрей Миронов И Там Обнаруживается Что Это Адашова не только плохая актриса Она еще и плохая домохозяйка Потому что когда они едят суп Там какая-то газетка Какие-то Клочки газеты всплывают И там Что там написано А в 43-м И в 42-м году Будет такое количество шампанского Выпущено в нашей промышленности И когда мы смотрим Мы понимаем Боже мой Какое шампанское Что там будет Какая будет кровь сочиться И литься И так сказать Фонтанировать из этих бутылок А вовсе не шампанское А люди Поют Тернста Буша Вставайте Народы вставайте То есть они как бы В общем абсолютно Живут Ощущение Героики своего времени Вот в этом Конечно была Очень напряженная И такая двойственная Двойная что ли Оптика своего времени С одной стороны Герман стремился К абсолютнейшему реализму К суровому реализму А с другой стороны Он все время Через какие-то Отступления Через разные Свои режиссерские Так сказать Приспособления Нам давал понять Что мы все-таки Смотрим На это кино Из другого времени А сейчас все-таки Мы вернемся К этому литературному источнику К пьесе Аристократы Погодины Я вам покажу Фрагменты Из фильма 1936 года Потом эта тема Уйдет Потом После лагеря Перестанут показывать Понимаете Вот это вот Некоторая одержимость И Не то чтобы Наивность Или Правда Советской власти Но в некотором смысле Ведь многие процессы Честно показывали До определенного момента Потому что была вера В эти лагеря В том что они носят Какой-то воспитательный характер Потом эта тема Уйдет Естественно Вот И эти фильмы И та же пьеса Аристократы Уйдет Вместе После убийства Кирова С началом Большого террора Уйдет из театра И также они будут показывать В фильме Евгения Черезнякова Заключенные Снятые по этой самой пьесе Которая разыгрывается В фильме Мой друг о вам лапша Хозяина дома нет Неужели? Да Ах, какая жалость Ну что ж, подождем Тише, сволочь Костя Костя Капитан Кого вставляешь? Ах, это вы Я вас не узнал Здравствуйте Ты герой Хорош Это опечатка Это досадная Опечатка В моей жизни, Софья Даю тебе честное Слово, ворон Пусть эта шпана Работает Но я никогда Значит, не о чем говорить? Нечем Прощай Почему? А я пришла вызвать Этого героя На соревнования Как вы сказали? Сонечка Я вас плохо вижу Вы же малокровная женщина О таком барахле В газетах пишут А, вы мне завидуете За тебя Другие работы А ты кальгерист Пошел Стоп я Я женщин не бью Я их давлю Я не боюсь Вашей нежности Принимаете соревнования? Пожалуйста 150% Дверь ищите Распишите Давай Слышите? Ух ты На-на-на-на-на-на-на Слышите? 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 Ну чем не фильм Девчата Да? Да, гос Сейчас мы видим Как люди тачки Таскают На этом была Барабалтейская Значит, это фильм Заключенные Поставленные Евгением Червяковым Фильм 1936 года Мы видели в кадре В роли Кости Капитана Михаила Стангов Ведущий артист театра Вахтангов Очень крупный артист Сейчас просто По кино его меньше Обычный кино все-таки Артисту дает Так сказать Вот это вот Будущее То есть то, что позволяет Его знать сегодня Вот Но Он выдающийся Был замечательный артист И Артистка, которую Наверное, меньше Вы знаете Это Вера Янукова Она умерла через Три года после фильма Не знаю, что с ней случилось Какая-то неизлечимая болезнь Но видите, женщина Очень яркая Триса очень яркая Она была из театра Провиткульта Сергея Зенштейна И даже входила Одна из немногих женщин В его окружении Которая, как бы сказать Он Даже Планировал Какое-то свое Творческое будущее Вообще Герман Стремился К тому, чтобы С ним работали Не очень известные Артисты Или Если он брал Известных артистов Он уже Что называется Когда здесь В архитектуре Такое понятие С приспособлением Вот он Находил для них Какие-то специальные роли Ну вот, например Вторым режиссером На картине Мой друг Иван Лапшин Был Виктор Федорович Арестов Который Специально Объехал Театры Сибири И С одной стороны Вот Герман С его Ну, таким Маленькими Маленькими Зрительскими Сборами Режиссер Для интеллигенции Не для большого проката С другой стороны Насколько Сейчас вы увидите Насколько важны Эти процессы Приехав В Сибирь Он собрал Ту группу артистов Которая потом На десятилетие Обеспечила Работу киностудии Лендфильм Лица Лендфильма Лица Лендфильма Вот в частности Юрий Кузнецов Я обратил на него Внимание Вот он Сейчас больше известен По Ментовским Сериалам Да Улицы разбитых Фонарей И так далее И так далее Вот он был Его привезли По-моему Из театра Красный факел В Новосибирске Он должен был Играть Обшина Он был утвержден На эту роль Пока не появился Болтнев Болтнева тоже Арестов привез Из Сибири Причем У меня с ним Это очень давно было Он, к сожалению Умер в начале 90-х Мне Арестов Рассказывал Как он работал Он приезжал В эти города Ходил по театрам По фотографиям Потом шел На какую-то квартиру Где-то артисты Собирались Вот таким образом Он собрал Очень многих Очень многих И Есть такой артист Чин Дяйкин Он, правда У Германа не снялся Но он тоже был привезен Уже В И стал В один период Был очень известный И снимающийся артист А Болтнева Герман Сразу Увидел в роли Лапшина И Кузнецов Получил отставку Потому что Герман сказал Для меня был Лапшин Важен Он как олень С одной стороны Он крупный Он может копытами Затоптать любого С другой стороны Если он ударом Удар получит В переносицу То он сразу Рухнет Потому что Самое нежное Что есть у оленя Это переносица Какой-то нежный хрящ Который делает его Абсолютно Беспомощным В каких-то Определенных ситуациях И в этом была Характеристика Лапшина С одной стороны Он при исполнении При функциях При таких Силовых Так сказать Возможностях А с другой стороны Он нежен душою Он нежен душою И он как бы Естественно Как говорил Герман Вот наступит Тридцать седьмой год И первым В эти жена Попадет Именно Лапшин В это можно Даже не сомневаться Нина Русланова Была уже Достаточно известной Актрисой Но Герман Ее видел В картинах И Киры Муратовой Которая Собственно говоря Открыла Нину Ивановну Русланову У нее была Сложная задача Она должна была Сыграть бездарную актрису Бездарную актрису Потому что вы видели Сколько она вкладывает В эту работу Над образом Сидеть с этой Проституткой В некотором смысле Я буду играть вас И так далее А с другой стороны В общем Что там Господи Она выезжает В кардебалете На какой-то тачке Да еще тачка ломается Под ее ногами Я сейчас вспоминаю Не могу просто Об этом не вспомнить Когда я был студентом Мы конечно сходили с ума От этой картины Мой друг Иван Лапшин Это был просто Такой Культовый фильм Для нас И наш мастер Евгений Данил Сурков Привел нам На встречу Германа Германа И мы студенты Были счастливые Потому что мы имели Возможность Пообщаться Поговорить с Германом О многих вещах И он нам И вот этот суровый реализм Он нам тоже В некотором смысле Преподавал Ну например Извините Товарищи женщины За подробности Что такое Профессия проститутки Он говорит А знаете Какое самое Уизвимое место У женщины Какое Колени А почему колени Они истираются Вот мы сидели студенты И эту правду Воспринимали Да А с другой стороны Вот это тоже важно Понять До какой степени Он погружался В материал жизни Для того Чтобы вот это все Ну может быть Не в буквальном смысле Но Перенести на экран И при этом парадоксы Это тоже имеет отношение К нашей сегодняшней теме А именно Кематографические источники Германа Так снимается Андрей Миронов Вот казалось бы Миронов Который Известен По своим таким Легким Водовильным Каскадным Музыкальным ролям Вдруг снимается В этом фильме Герман Его увидел В картине Фантазии Фарятьева И я могу Еще вам Один факт Засвидетельствовать Я делал Большую ретроспективу Она называлась Все наши Германы То есть мне хотелось Соединить Три поколения Германов От Юрия Павловича С фильмами Семеро смелых Дорогой мой человек Там Дело Румянцева Потом Алексей Юрьевич Как так сказать Центр этого мира И Герман младший С фильмами Еще тогда не было До Влатова Кстати мы сюда его привозили Режиссер приезжал Ну с картинами Алексея Алексеевича Уже Германа Младшего И я сказал Алексей Юрьевич А дайте нам Еще две картины Которые Ну как бы Для вас являются В некотором смысле Двигателями Вашего творчества Что вы хотели Дополнительно показать Ну сделаем такую Бонусную часть В нашей ретроспективе И вот он назвал Как раз фильм Живые и мертвые Мы его показали Назвал также Вот фильм О котором я уже упоминал Рабочий поселок Но что-то мы там Не смогли его показать И назвал фильм Фантазии Фарятева Где он открыл Миронова Для Миронова Это очень интересный Период его творчества Понимаете В Советском Союзе Я может быть Об этом уже не раз Вот в этой аудитории говорил Была двойная цензура С одной стороны Была партийная Государственная цензура С ней было понятно Были пути ее обхода Или так сказать Когда ее нельзя было обойти Но вот надо было Либо считаться с этим Либо не считаться Либо участвовать Либо не участвовать Но была вторая цензура Цензура хорошего вкуса И вот цензура хорошего вкуса Иногда творила свои Так сказать Невероятные чудеса А именно Такие артисты Как такие режиссеры Как Гайдай А такие артисты Как Миронов Чувствовали себя Немножко затравленными Потому что Интеллигенция Все время говорила Ты же понимаешь Что это Для плебса Для каких-то Очень низкого вкуса А вот искусство Должно идти Каким-то высотам И вот в случае с Мироном Как бы это совпало С одной стороны Очень низкая оценка Того, что он делал Скажем В картине Бриллиантовая рука А с другой стороны Его усталость От того, что он Вот эту каскадность Эксплуатирует И переводит И использует Так сказать Из фильма в фильм Это тоже Ну довольно любопытный момент Потому что Миронов Любимец Театра Сатиры Это может быть Единственный артист Которого Плучик Превозносил И никогда Его не ставил В некие ситуации Связанные с воспитанием Что коснулось И Росевой В этом театре И Попанова Всех У меня был диалог С Верой Кузьминичной Васильевой Она мне про это Про себя рассказала Я говорю Слушайте Так кого же в вашем театре Плучик не гнобил Миронова Миронова Я говорю А знаете почему Я говорю Почему Мама Андрея Саныча Мария Мария Миронова Товарищ Так сказать Юности Плучика Каждый вечер Ему звонила И спрашивала Как она мама И Андрюша Как у него дела В театре В общем Мама Держала Конечно Его актерскую постась Но Вопрос еще И был в том Что действительно Миронов Очень утомился И он Уже не стремился Он очень даже Он как режиссер Кстати Плучик ему это разрешил Поставил спектакль В театре сатиры То есть Миронов Все время искал Какие-то Другие ходы Для своего Воплощения Тоже Накопилась Определенная усталость От этой каскадности И Например Был такой фильм Может быть Кто-то его помнит Телевизионный Он назывался Трое в лодке Не считая собаки Да По Ромке Джером И вот там Миронов Категорически Не хотел сниматься А режиссер Видел его уже В этой роли Он дал ему 12 троллей Миронову Все это было неинтересно 12 троллей Где он и бабушка И там Какой-нибудь Прислужник И главный герой Все это было Совершенно неинтересно Что сделал режиссер Режиссер пригласил На женскую Главную женскую Ролевую жену Ларису Ивановну Голобкину Он пригласил в окружение Миронова Ширвинда и Державина А они не были Избалованные работой В кино При всех их известности Они все-таки Были такими Как сказать Из капустников Из кабачка Им тоже хотелось Ну пусть не серьезного Но какого-то Киношного применения И как бы Режиссер сделал все Чтобы Миронов Был окружен людьми Которые буквально Не выпустят Из своих железных объятий Если вы внимательно Посмотрите эту картину Вы видите Грандиозную усталость Которая там есть В глазах Миронова Потому что Он уже совершенно Не хотел ничего Этого и делать И вот Вдруг его Герман Увидев в картине Овербах Ну да Это картина Илья Овербаха Фантазии Фариатева Увидел совершенно Нового Потрясающего актера Там Миронов Играет Антиобаяние Такое ощущение Что заходя в кадр Он плевал на свои ладошки И вот так себя Прилизывал Чтобы вот Прийти таким Провинциальным отличником Каким-то абсолютнейшим Ботаником Как вы сегодня Сказали Человек Совершенно Но с какой-то Внутренней душевной травмой Собственно Этим и берет Эта картина Ее, конечно, мало знают Ее телевидение Почти не показывало Но такие фокусы Были возможны На телевидении Когда то Вампилова поставят Отпуск за свой счет То, так сказать Фантазии Фариатева И Герман Загорелся идеей Снять Андрея Миронова Что он ему мог предложить Он ему предложил роль Которая Конечно же Очень выделяется В фильме Мой друг Ван Лапшин Это Ханин Ханин Человек, который Приехал в провинцию Дело происходит В провинциальном городе Съемки шли В Астрахани Приезжает Из Из Москвы И вот столичная штучка Потребовалась Именно в образе Миронова Потому что он сам по себе Даже усталый Даже где-то Погашенный Такой внутренний Он все равно Нес себе Такой столичный лоск Столичный блеск И в этом смысле Он был очень оправдан В этой роли Потому что он не совсем Из этого мира Он из мира Помните Там товарищ Товарищ пытается Остановить Вот этого уголовника А тут дяденька Дяденька А потом бросает И нож Ему в живот Страшная сцена Страшная сцена И как потом Миронов Дрыгает ногой И как он Лицом падает В грязь Это все было по-настоящему Это Миронову Все приходилось Хотел играть Снимайся Играй Падай в эту грязь Дыши Впитывай эту грязь Вот у Герма Вот опять же Не могу не Зайти Большой опыт работы В Ельцин-центре Не могу не рассказать Как я сюда привозил Нину Иванову Руслану Нину Иванову Усатову И я ее спросил Гринина Ивановна Гринина Ивановна Говорю А вот что вы делали В картине Мой друг Фан Лапшин Вот где-то вы там Мелькаете в титрах Вы уже известный артист Вот она долго рассказывала Как они с Германом Одну роль Разминали вторую Третью В итоге кажется Она сыграла Жену этого бандита Соловьева И она в полном тумане Мы ее там не видим Она бежит На какую-то угольную Вбирается на угольную кучу И что-то кричит Все что осталось Это ее ролик Она какие-то Пуговицы специальные Пришивала для платья Какие-то клипсы находила Она работала над образом И понимаете Какая степень качества Была в этом кино Если все это уходило На второй, на третий, на четвертый На двадцать и восьмой план Даже мы это не поймем И не увидим Но все это, видимо Было отложено в душе актера В его подходе к роли Потому что действительно Он в некотором смысле Понимал, что он делает Вот это был Алексей Юрьевич Герман Как вот сказал Данил Кокин Перфекционист в искусстве Действительно В этом смысле Он переживал тяжелые времена И он даже сам рассказывал Что когда фильм Мой друг Иван Лапшин Положили на полку И он там очень долго пролежал Понимаете В этом была какая-то Такая советская фронта Там ему руки пожимали Втихаря Говорили Мужик ты молодец Ты снял настоящее кино И так далее И так далее Но потом советская власть Перестроилась И когда фильм Положили на полку Слава богу Этот фильм недолго лежал На полке Мой друг Иван Лапшин Там же ситуация была Совершенно другой Студии Из бюджета студии Вынимали эти деньги И студия должна была На других работах На других фильмах Деньги затраченные Германом Якобы на неудачный фильм Компенсировать И вот здесь уже работяги Оставались без 13-й зарплаты Они уже встречали Германа И говорили Ну ты папинкин сынок Ты всегда можешь Жить на произведение Своего Классика папы Классика соцреализма Особенно там его Рассказы о Дзержинском Издавали очень широко А наших детей Ты оставил Без там Новогодних подарков И вот это Выглядело примерно так Понимаете Ну Герман И это уже был Диктат не власти Это уже был Диктат простых людей Давление простых людей И здесь конечно Устоять было Очень-очень сложно Но я не могу Не вернуться Я заканчиваю уже Чуть-чуть Как бы личные истории Связанные С Алексеем Германом Мы с ним были знакомы Вот это более поздние фотографии Вот я даже привез Журнал 85-го года Я вам сказал о том Какое Для моего поколения Киноведов Студентов Колоссальное значение Имел фильм И друг Иван Лапшин Его Потом выпустили На экраны И очень точечно Я даже не помню Где я первый раз Сам себе сейчас буду Противоречить Все-таки это 85-й год Я помню Что первый раз Я увиделся в кинотеатре Пламя Который находился В высотке Москве Вот Высотке Как же это улица Это называется Садова Кудринская Вот там где снимали Фильм Москва слезам не верит Вот девушки Оттуда выходят И там был кинотеатр Пламя Там он первый раз Увидел Потом я Находили какие-то Точечные кинотеатры На окраинах Москвы Это был такой способ Советской власти Вроде выпускали Но при этом Нельзя было об этом писать Ничего И при этом Были какие-то кинотеатры Вот так зеркало Выпускали Где-нибудь окраинные Где-нибудь Почему? Потому что Студии тоже было невыгодно Что фильм оказался на полке Никому было невыгодно С одной стороны Сразу на западе Идет шум Что Ааа Очередной фильм Торговского На полке А с другой стороны Вроде как выпустили Ну зрители Вы же видите Зрители не хотят смотреть Об этом надо было узнать Догадаться Куда-то приехать И вот я В 85-м году Будучи еще студентом Набрался наглости Позвонил Герману И хотел Напросился Делать с ним интервью О фильме Мой друг Иван Лапшин А он говорит Ну Молодой человек Что же я с вами буду общаться Это интервью Никто не напечатает Я же понимаю В каком режиме Сейчас выходит Моя картина А я уже заручился Тогда журналом Литературное обозрение И Тоже это была Ну моя такая Как вам сказать Афера Никого не знал Я просто позвонил Сказал Вы готовы сделать интервью С сыном писателя Юрия Германа Они сказали Да готовы И я к ним зашел Не с режиссером Алексеем Германом А с сыном писателя Юрия Германа И Дальше уже их не очень Вы понимаете Вот Что такое цензура Про советской власти Были такие коридорчики Например Когда Рязанов Запускал фильм Об этом рассказывал Ирония судьбы Ли с легким паром Стихотворение Марины Цветаевой Мне нравится Что вы больной Не мной Не было опубликовано Но это была проблема Литературной цензуры Понимаете А в фильме Поскольку стихи Не вызывали протеста Там ничего не было Против советской власти Или там Не пели про Деникина Или там Власова То как бы В общем Почему бы и нет Пропустили Вот Так и здесь Поэтому как бы В этом Не разрешили все И про Подробные Про Ивана Лапшина Ну фильм вышел в прокат Мы тоже Собственно говоря Ну мало ли Что о нем Нельзя писать Так никто же Об этом В газете Правда не написал Что фильм Выпускаем Написать о нем Нельзя Это же были Уловки Такие уловки Советской власти И вот только Меня подвело одно Что Ну как подвело В таком плане Тщеславия То что Журнальный цикл Все таки длинный Он почти полгода И за две недели До меня Вышло интервью С Германа В Комсомольской Правде Делала его Ольга Кучкина К сожалению Вот где-то Месяц назад Она скончалась Это была выдающаяся Конечно Журналистка И такой двигатель Что называется Прогресса Она была Кстати Из Арбузовской Студии И вот ее интервью Вышло на месяц Раньше чем мое Потому что Газетный цикл Он короче Ну конечно Комсомольская правда Как только разрешили Могла тут же Это выпустить А у меня все таки Это тянулось Но тем не менее Я очень горжусь Этим интервью И даже Вот в этой книге Вот я Здесь ее купил В Петровском Потому что Значит Я думал Что мне подарят Составитель Но надо доехать До Питера Я решил Значит Посмотреть Я увидел куски Своих интервью Но почему-то Без ссылок на меня Без ссылок на меня Ну в общем Другой стороны Герман повторялся Он действительно В тот период Когда я ночью И днем только о нем Действительно Давал очень большое количество Интервью Он уже видимо В каком-то смысле Был С какими-то готовыми текстами А к столетию Юрия Павловича Германа Это было Сейчас вот Дату точно не скажу Что-то у меня С памяти вылетело Ну наверное Это уже было больше Чем 10-15 лет назад Библиотеки киноискусств Имени Эйзенштейна Я сделал вот эту Самую ретроспективу Все наши Германы Об этом я сказал И вот видите Тут у нас Все каналы присутствовали Герман приехал в Москву И вот у меня Целая серия фотографий есть Наташа Бантле Вот мы как бы Делали вот такой вот Фестиваль Ну вот Потом и с Германа Мы много встречались В Петербурге Он всегда это помнил И хотя Вот это первое интервью Наше Я был в этой квартире На Марсовом поле Я застал Маму Германа Татьяну Санну Вдову Юрия Павловича И она была врач Кстати сказать По профессии Очень скромная женщина И когда ее не стало Ну Герман Как художник Мыслал такими Яркими категориями Творческими категориями Он сказал Вы знаете Как я почувствовал Смерть своей матери Эх ну как Я стал носить ключи От квартиры И вот эта тяжесть Ключей в кармане Все время Как бы Как карман раньше Не тянуло Потому что когда приходил домой Всегда была мама Понимаете Вот эта тяжесть Ключей в кармане Она и была Вот той деталью Которая для него Материализовала Вот этот в общем Ну Печальный факт Жизни художника Ну что еще Я могу сказать Я когда делал Трю Герман болел Он лежал Под пледом А Светлана Игоревна Кармолита Что-то делала На кухне Что-то мыла Или готовила Там был шуб воды Но она все слышала И вот она все время Прибегала И его поправляла Они Вот у них Кстати это семейное было Что они начинали ругаться На людях Потому что у них Сразу возникал спор По каким-то деталям Которые Они по-разному Могли вот Мне преподнести Например Это было очень Конечно живописно Пекахло Она прибегала Кричала Потом опять бежала Там быть посудом Еще что-то такое Между ними Возникало А ведь она тоже Из очень интересной семьи Ее отчимом был Александр Брущеговский Автор Автор рассказа Три тополя На Шаболовке Из которого Татьяна Лиознова Сделала фильм Три тополя на Плещихе Он дожил до Очень Таких серьезных лет Он умер Когда ему было По-моему 93 Или даже За 93 И в одном из интервью Герман сказал У мужчины есть два Таких Переходных возраста Когда ему 60 Когда 90 Все смеялись Над Германом Говорят Ну ты еще доживи До 90 Видите Сегодня 20 июля Германа было 85 Не дожил он до 90 Но все не могли понять Откуда он взял Этот возраст Почему такой сложный Возраст за 90 А он имел ввиду Как раз Александра Михайловича Брущеговского И Светланы Кармалиты Ее жизнь тоже В этом смысле Была С очень яркими Такими моментами Она Или она Или ее мать Киевлянка Вот сейчас Боюсь соврать И Немцы угоняли их Во время войны На Мать На работу в Германии И Светлану Это я слышал Это не вошло в интервью Потому что Ну это не касалось Основной темы Да и вряд ли бы Это меня пропустили И мать Светлану Буквально Выбросила из окна Теплушки Потому что Думала что ее подберут Хорошие люди И она Не будет В этом плену А потом Как мне сказал Герман Немцы напились И отпустили всех И вот это Понимаете Вот это настолько Какое-то другое кино Которое мы никогда не видели Что немцы напились И отпустили всех Вот Ну так рассказывал Герман Я вам просто передаю Вот эти вот подробности И поэтому Как бы они с матерью Не были сильно разлучены Вот в общем Это История от Германа Я подготовил интервью Послал В эту квартиру На Марсово поле Мне никто не отвечает Уже журнал требует Когда же вы сдадите текст Я не могу согласовать И я стал звонить Герману Он говорит Я завтра буду в Москве Я все прочитаю Приходите Я ваш текст не получал Ну я Когда я увидел Эту квартиру Заваленную книгами Газетами Я понял Что даже если Не получили мой конверт Они тот же Его потеряли Потому что Это была абсолютно Такая Дышащая Литература И Живой жизнью квартира И вот у них У них была Своя маленькая квартирка От Борщеговского Уже в Москве На Красноармейской Там мне Герман Подписал это интервью Они опять ругались Со Светланой Уже по другим поводам И Ну в общем Вот с этого Началось наше общение И вот на этом фестивале Мы встретились И потом Он Очень интересовался Как воспринимают Его фильм Хрусталев машину Конечно он понимал Что Он Первый Режиссер России На определенном этапе Сейчас я буду Себя комкать Потому что Вы знаете Что именно он Запустил Алексея Балабанова С первой картины Я Отдельно могу рассказать Я рассказывал Их про их отношения С Балабановым Это были Очень конфликтные отношения Очень конфликтные Потому что После фильма Брат Брат Где Балабанова Возникла фраза Черно-жопая Герман Объявил его На весь Петербург Нерукопожатным И когда он посмотрел На этот Петербург Вокруг себя Он вдруг увидел Что никто На его В некотором смысле Основателя Человека Который диктует моду Диктует отношения Диктует вкус Никто не смотрит Он с ужасом понял Что вокруг Жизнь просто переменилась Еще в его жизни Это было связано с тем Что он очень поддерживал Собчака Он шел Как бы в команде Собчака Собчак тогда Проиграл выборы И Герман Светланой Кармалитой Как раз мама умерла Татьяна Санна Где-то Несколько лет до этого Они продали квартиру В Петербурге И переехали в Москву Они переехали в Москву Потому что для них Это означало Что город Вот это все Как я понимаю И проигрыш Собчака И смерть мамы И вот то Что не последовало Его призыв Байкотировать Балабанова Потому что Балабанов Уже пробился Какой-то отдельной жизни И был самостоятельным Таким сильным Так сказать Стержнем Корнем Ростком И вот они переехали в Москву Но в Москве Они прожили всего несколько месяцев Они вдруг поняли Что это не город И опять вернулись Так сказать В свой город на Неве Потому что все-таки Это ленинградская школа Ленинградская интеллигенция Ленинградское воспитание Я наверное на этом закончу Потому что здесь у меня нет Какого-то Твердого что ли финала Есть вот такие странные Разные подробности Связанные с Германа Вот я был на его похоронах Как-то в поезде Интересно было встретить Несколько людей Там Антон Долин в частности Даже сына повез Потому что он понимал Что Герман это гений И вот поминки были В доме актера Почему-то сидел Кудрин Который давал деньги на фильм Трудно быть богом Не знаю сколько он это рекламировал Но в общем деньги он давал На эту картину Вот Ну а сейчас мне жалко Что Герман в неком таком Сегодня информационном провале Потому что действительно И молодежь его знает хуже Плохо И честно говоря Наше обращение к нему Ну все более Эпизодические И не такие насыщенные Чего конечно бы он заслуживал Во многом это конечно связано с тем Что не сложился его международный Имидж как у Тарковского Я вот преподаю в ГИТИСе Я понимаю что такое Как бы Ну молодежи стыдно не знать Тарковского Стыдно не знать Тарковского Это хороший стимул Для того чтобы через Тарковского О чем-то еще говорите О Тарковском говорите Какие-то имена Герман К этой категории Не относятся Не относятся В этом конечно есть Грандиозная несправедливость В том числе и тот взгляд Который во многом Запад формирует По отношению к нашему Кинематографу Потому что Чем важен Тарковский Тарковский важен тем Что он несет Эту традицию Учительства Тарковский А след за ним Сокуров Как Ну может быть режиссер Другого масштаба Но все-таки Той же самой линии Они как бы Идут след за Толстым Они идут след за Достоевским Они несут В эту культуру Учительства Учительства А Герман в этом смысле Не совсем в этом пафосе Что ли Не совсем в этом пафосе Вот Ну на этом я остановлюсь